ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Здравствуйте, товарищи! Начинаем наше занятие. Сегодня у нас тема «Полистическая оценка требований по зарплате». Когда говорят о зарплате, обычно говорят о том, что надо улучшить положение работников, надо повысить ту величину, которая позволяет обеспечить реальное улучшение их потребления и так далее. Ну а есть какое-нибудь политическое содержание требований о зарплате, поскольку мы действуем в рамках курса политической составляющей, социально-трудовых конфликтах. Ну первое, что мы должны сделать, это правильно сформулировать, а что такое заработная плата. Я хотел вас спросить, вы могли бы сейчас сказать, что такое зарплата? Ну, это вы процитировали, что? Трудовой кодекс. Как вы думаете, при написании Трудовой кодекса, так сказать, позиция правящего класса должна была найти свое отражение? Ну, она и нашла. Она и нашла. А на самом деле, кто кого-то вознаграждает? Значит... Мы вознаграждаем трудом капиталистом. Да, почему? Потому что, скажем, вот продукт состоит из двух частей в условиях капитализма. Одна часть необходимый труд, другая прибавочный. Значит, вы трудитесь, плюс вы вознаграждаете капиталистов прибавочным трудом, а вам пишут, что вот вас вознаградили. Причем эта формулировка, она не просто, так сказать, не соответствует действительности. Она понятной является, если, скажем, люди осуществляют коллективные трудовые переговоры и споры, они находят такой язык, который уже выгоден для соответствующего разрешения спора. Это во-первых. Во-вторых, если речь идет о зарплате как таковой, то снимается вопрос о справедливости. То есть, дескать, вас вознаграждают уже, раз. Во-вторых, а вы еще требуете еще какую-то зарплату. Во-первых, вам работу дают, раз. Говорят, не безработные. Во-вторых, вам дали работу, а вы еще требуете и зарплату. То есть, требования ваши с самого начала являются, выступают как чрезмерные. Вот мы вас тоже спросим. Как вы понимаете, что такое заработная плата? Какое вы дали точное определение? Вы мне сказали, и справа. А у нас курс не правовой, а смешанный. И, так сказать, мы тут и политэкономические категории берем, и политэкономические оценки, и политические. Ну и правовые тоже. Что такое заработная плата? Вознаграждение, кто вознаграждает? Вознаграждение. А кто вот создает материальные блага? Тот, кто трудится, или тот, кто нанимает трудящихся? Тот, кто трудится. Тот, кто трудится. Вот вы, значит, пришли ко мне наниматься. Я нанял вас, вы работаете 8 часов. За 2 часа вы сделали продукты, которые эквивалентны тому, что я вам выдал в виде зарплаты. Остается еще продукт 6 часов. Или другими словами, на политэкономическом языке прибавочный продукт. Вот скажите просто, кто кого вознаградил? Вы меня или я вас? Вы мне подарили продукт 6 часов своего труда, да? Да? Так кто кому сделал награду? Получается, что работник вознаграждает работодателя. Так более того, а вот слово работодатель у вас не вызывает никаких ассоциаций? Что такое работодатель? Это всегда так говорили? Дал работу. Дал работу, да? Он вам дал работу. А вы еще требуете зарплату. Ну вы вообще, ну да чего нахальный народ пошел. Работу вам дали, а вы еще и зарплату требуете. То есть вот в контексте коллективных споров понятно, что люди когда формулируют, вот те, кто может сформулировать, они уже формулируют так, чтобы вы находились в некоторой обороне с этой точки зрения, как работники. А вот слово работодатель новое или старое? В смысле вот такое вот обозначение организации, в которой вы приходите наниматься на работу. Как вы думаете, когда оно у нас получило широкое хождение? Как вы думаете, в каком году? В 90-м? Нет, не в 90-м. Нет. Оно получило широкое хождение ровно с 2001 года, когда был принят новый трудовой кодекс вместо ГЗОТ. А раньше это была администрация. Были отношения между работником и администрацией. Предприятия. Предприятий теперь нету в трудовом кодексе. Нету предприятий. Они еще в жизни есть, а в трудовом кодексе нет. Есть организации. То есть, если у вас завод, это организация. Если у вас фабрика, это организация. Если у вас контора, это организация. Если у вас юридическая фирма, это организация. То есть, вот скажем, различия между производственными предприятиями и организациями непроизводственной сферы, учреждениями непроизводственной сферы, они стерты в этом плане. А вот представьте себе, вы приехали на общественном транспорте сюда? Да. Да. Вот на каком? На семерке автобусе. Вот на семерку автобус вел водитель. Да? Работник. Он работник. То есть, он работал, а вы пользовались его трудом. Значит, он давал вам свою работу? В каком-то случае, да. Ну, в каком? В самом прямом. Он вяз-вяз. Но я же не могу понять. Да. Игорь Дмитриевич Осипов. Философия международных отношений от теории и практики. Это вот совместная монография, где моя тоже есть. Так. То есть, вы пользовались трудом водителя. Он вам давал свою работу, а вы ее брали. То есть, вы кто? Потребитель. Ну, работовзятель. Такого слова нет, конечно. Работа потребитель. Ну, вы эту работу у него. А кто работодатель? Да. То есть, фактически, на самом деле, если так вот вникнуть в суть процесса, вот работники дают свою работу. Вы же сами говорите, вы получили, вот они дают работу. А вас нанимают на работу, а работу не дают. А работу дает кто? Работают, совершают работники. Вот. Поэтому, это тоже вот такая, если брать политическую оценку, это, ну, правильные действия, я бы сказал, правильные действия работодателя. В том смысле, если работодатель хочет провести борьбу за понижение заработной платы или за то, чтобы она не сильно повышалась, он должен найти соответствующие формулировки. Во-первых, я вас вознаграждаю. Во-первых, я вам дал уже работу. Уже этого много. Во-вторых, 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 я вас вознаграждаю, а вы все, как вот ваше недовольство на этом фоне выглядит, даже как-то неприлично. Вот. Почему? Ну, вот давайте вспомним научные формулировки, какие есть. Вот если я поставлю вопрос о справедливом, о справедливом обмене. Вы что продаете, когда, что такое, я поступил на работу? Вот человек, который поступил на работу, он что сделал? Он совершил акт купли-продажи. Чего, акт продажи или акт купли? Продажа. Продажа. Он продал что? А? Свою работу. Да, да, да. Время? Нет, если бы он продал время, то за это время получили бы другое время, баш на баш. Никакого прибавочного продукта нету, никакой тут и нет эксплуатации быть не может. И у Маркса была, это у Адама Смита была такая догма, что вот тут продает труд. И Маркс долгое время этому следовал, а потом понял, что иначе ничего не получается. Не объяснишь, так сказать, вот этот прибавочный продукт и прибавочный труд, если считать, что продается труд. Продается не труд, а продается что? Или можно сказать так, если вы сохраните формулировку труд, продается труд в потенции, то есть потенциальный труд. Труда еще нету. Вы пришли и продали свою способность к труду. Способность к труду. А труд потом пойдет. Там у Маркса в «Капитале» написано, вот он берет за руку этого рабочего, после того, как он уже продал свою рабочую силу и ведет его дубить эту шкуру. Идет в недры производства. То есть продажа рабочей силы. Строгое определение, знаете, рабочей силой? Ну вот то, что вы сказали, способность к труду, это тоже строгое определение. Вполне, полностью можно считать, что оно строгое. А развернутое определение звучит так. Рабочая сила – это совокупность физических и духовных потенций, которые опускаются каждый раз в ход при производстве материальных благ. Вот у меня есть рабочая сила? То есть совокупность физических и духовных потенций, которые опускаются в ход при производстве материальных благ. Если будет какой-нибудь субботник или воскресник по уборке листьев, или потребуется вскопать землю у нас во дворе, я думаю, мы справимся. Но вот на сегодняшний день, на данный момент, эти мои потенции спят. Почему? Потому что у меня труд не материальный, а производительно-интеллектуальный. То есть тут совсем другой тип труда. Он в другой сфере. Всего есть три типа труда. Это труд, непосредственно создающий материальные блага. Это труд, который производит духовные блага, или производит духовные блага, или преобразует их в форму. Например, там, труд программистов. Он из одной формы может преобразовать идею в другую форму. В третьей форме и так далее. И труд, который называется услугой. То есть труд, который непосредственно направлен на человека. Вот вы в парикмахерскую приходите к парикмахеру. Как переводится парикмахер? Махер это делать. Шахер-махер. Парикмахер делать или прически? Да. Вот, вы приходите к парикмахеру, он занимается вашей головой и делает вам прическу. А я чем занимаюсь? Тоже вроде головой, только не снаружи. То есть в этом смысле, почему у нас говорят услуги образования. То есть услуга. Услуга это деятельность направленная непосредственно на человека. Ну, конечно, в практической жизни такая смесь получается. Вот вы идете, допустим, в ботинки или туфли починить. Это считаются ремонтные услуги. На самом деле не вас ремонтируют, а ремонтируют ваши туфли, ваши ботинки. Но это уже другой вопрос. Это вопрос, как в практике иногда был. Некоторой четкости нет. Но в принципе можно четко поставить вопрос, что есть. А. Либо вы преобразовываете форму общественного сознания. Хоть вы писатель, поэт, программист, кто угодно. Из одной формы в другую. Так создаете образы или создаете понятия. Либо вы преобразовываете форму общественного сознания. Либо вы непосредственно деятельность совершаете направленную на человека. Это услуга. Транспортная услуга. Это вот как раз та самая. Потому что нет никакого продукта, во что она превращается. Он сразу работодатель. Он вам дает непосредственно работу. А вот, скажем, если вы возьмете какого-нибудь токаря или средствия, он вам непосредственно работу не дает. Он превращает свой труд в материальный продукт. И потом продукт вам поступает. И, так сказать, сгусток его труда материальный. Вот вы уже применяете, используете, потребляете. Значит, продается рабочая сила. Значит, а что такое зарплата тогда? Значит, справедливая продажа в условиях товарного хозяйства. Какая? Какая зарплата в условиях товарного хозяйства справедливая? Вот это политический такой вопрос. Мы можем поставить? Мы не говорим об абстрактной справедливости. Если вот у меня мало, у вас много, я завидую. Давайте по справедливости, а у вас отберем, не прибавим вас. А? А то есть справедливости, которая вытекает из экономических отношений. Вот когда владельческое производство, то справедливо, если вы мой раб, то значит вы ничего не получаете. А если будете выступать еще, то вы можете быть убитым. И для этого не надо никаких решений судов. Правильно? А если я ваш раб, то, соответственно, вы это самое имеете. Вот и все. Вот это справедливо. Вот почему? Потому что продается не рабочая сила. А что продается? Сам? Нет. Раб? Раб. Целиком продается. Нет, в рабовладельческом. Целиком раб продается. Потом, это же вот тоже некоторые ступени развития, хорошо, феодальное общество. Вот если вы крестьянка, можно же ваш купить? Целиком. С семьей? Без семьи? Землей? Без земли? То и происходило. Поэтому, если богатство в рабовладельческого общества выражалось в том, что у кого больше рабов, тот и богаче. Правильно? В количестве рабов. То богатство феодального общества в количестве крестьян. И вот откуда эта вся идея о мертвых душах? Потому что, если у меня на самом деле крестьян мало, а хочется себе цен набить в обществе, в свете, что я должен делать? Говорят, вот у меня много крепостных. Тогда я уважаемый человек. Если у меня мало крепостных, мне можно руку и не подавать. Поскольку здесь продается человек целиком, поэтому здесь никакого вот такого отчуждения ваших потенций непосредственно от самого человека нет. Он не происходит. Ну, раб, он вместе с потрохами продается. Крепостной тоже самое, вместе со всеми своими способностями. А вот когда мы говорим о обществе разном, это свободное общество в этом смысле. От чего свободное? Вот если у вас нет завода или фабрики, вы свободны от всего. Если у вас есть завод или фабрика, вам плохо, вы обременены. Вам надо сохранять средства производства, надо их охранять, надо их воспроизводить, надо там закупать оборудование, материалы, электричество обеспечивать и так далее. То есть это очень... Человек, это люди не свободные, а свободные те, кто вот самый... А всего свободный, он и идет на немас. Ну, ни о чем не должен думать. Нанялся, продал свою рабочую силу и свободен после работы. А во время работы он... Ну, раз продана рабочая сила, то, следовательно, тот, кто ее купил, может ее использовать. Продает работник в условиях капитализма рабочую силу не на все время, да? А на то время, которое считается рабочим днем. Если это царская Россия, это было 11,5 часов. Если это, значит, время после февральской революции в России, это 8 часов, 8 часов. И вот мы с этих восьми никак съехать не можем. И ни при социализме, ни при капитализме. Так они все и эти сейчас. А сейчас уже 21 век, и вопрос стоит о том, чтобы рабочий день был 6. Совершенно верно. Совершенно понятно. Да, в Свеции уже есть. Потом во Франции и в Германии фактически, да. Но вдруг во Франции, при том, что у них более короткий рабочий день, чем у нас, и неделя, вдруг они получают предложение от собственников средств производства о том, чтобы 60-часовую делать в рабочую неделю. И вот по этому поводу там волнение во Франции начали. Так, да какая же цена справедливая? Ну это товар? Товар. Начну есть с цена. Правильно? Какая цена справедливая? Ну это политически. Правильно вопрос? Давайте я бы за справедливую. Какая? Абстрактно справедливая, если нет? Вот все справедливо. Здесь товары должны по какой цене продаваться? Ну это случайно, все равно туда-сюда фалкулация. Это будет все время прогреть. А вот устойчивая, это какая величина? К чему должна стремиться цена? Поэтому я спрашиваю, а справедливая цена нет? Цена-то она все время колеблется. Правильно? Спрос вырос, цена возросла. Спрос упал, цена упала. Поэтому, а справедливая цена какая? Какой центр колебаний цен как называется? Ну вы, наверное, политэкономия не изучали, как я понял. И поэтому вот эта трудная задача, которую мы как-то компенсируем. Вот этот центр колебаний цен называется стоимостью. А вообще, вот та величина, которая является устойчивой, то к чему стремятся, он и называется вообще это законом. Закон это спокойное в явлении. Вот явление и так продают, и так продают, и больше, и меньше. Ну есть какое-то закономерное, спокойное в явлении. Вот это спокойное явление называется законом. Это определение Гегеля в науке логики. Можете найти это во втором томе «Учение о сущности». Закон есть спокойное в явлении. Очень хорошее, краткое такое определение закона. Понятное. То уровень вашего, это, сказать, океана выше, то уровень ниже. Но есть какой-то закономерный уровень океана, вокруг которого идет колебание, да? То выше, то ниже, то выше, то ниже, то прилив, то отлив. Вот этот уровень и закономерным является, а это уже случайность. Мы различаем с вами закономерные и случайные. Различаем. То, что является и то, что является сущностью. Вот. Чем определяется стоимость товара? Это стоимость. У товара закономерная основа цены – это стоимость уже. То есть, вы говорите, у вас сейчас цена выше стоимости, а или цена ниже стоимости. А стоимость какова? Вот стоимость. Это закономерная основа цены. А стоимость чем определяется при капитализме? потратами чего энергия ну вот по этому поводу есть уже длинная очень традиции экономическая и в этой работе адама смита рикардо и маркс этим же работам исследовал они сводятся к тому что закономерная основа цены справедливо и такую величину по которой надо продавать товары представляете собой в атаках труда общественной средней затраты труда общись необходимой затрату грамм а производство товара величина стоимости определяется общественны выходимыми затратами труда на производство товаров то есть не любые затраты кто-то плов медленно работы кто-то быстро работает но вот есть То есть какая-то средняя величина, которая характеризует среднюю умелость, среднюю интенсивность труда. И вот затраты при этой средней умелости и интенсивности называются вообще с необходимыми затратами. То есть вот этот продукт требует, скажем, 8 часов труда. А вы делаете за 12 часов, вы можете делать хоть за 20 часов, а стоимость его 8. А может быть вы применили какие-то новые способы и приемы и сделали за 5 часов. Тогда вы продадите все равно за 8, потому что это закономерная основа цены, стоимость. Ну и вы получите дополнительный доход при этом. То есть справедливую основу в товарном хозяйстве составляет стоимость. Надо сказать, что вот, скажем, если бы вы изучали капитал Маркса, то вот это то, что некоторые усваивают, то, что я сейчас сказал, из первого тома, потом подвергается модификациям разного рода. Например, скажем, в третьем томе Маркс показывает, что когда уже идет конкуренция капиталов между собой, и поскольку капиталы имеют разное органическое строение, то соотношение переменного капитала, то есть рабочей силы, и постоянного капитала, то есть средств производства, затраты на средства производства разные, то рынок регулирует уже таким образом отношения, что получается, что независимо от того, какое у меня строение капитала, я получаю равную прибыль на равный капитал. То есть неважно, я вкладываю в доменное производство, в производство угля, в добычу или перегонку нефти, или в производство мяса, или в производство пирожных. Равная прибыль на равный капитал. Это получается некое братство капиталистов. В том смысле, что мы все тут братья, и мы должны получить на данную прибыль равный капитал. Неважно, куда я вкладываю, важно, чтобы от этого капитала я получил такую же прибыль, как во всех других отраслях. А если будет не так, то что происходит? Перелив капитала. Ну, ясное дело, капитал поплывет в ту отрасль, где прибыль будет больше. И доколе он будет туда плыть. Если он слишком много, этого капитала придет туда, то, значит, цена уходила. Тогда, значит, отлив будет из-за этого отрасли. И в итоге вот такого перелива капитала уравнивается прибыль на капитал. И вот это требование обеспечить равную прибыль на равный капитал выражается уже в другой закономерной основе цены. Это называется цена производства. Цена производства. Ее формула такая – издержки производства плюс средняя прибыль. Это вы можете, так сказать, зафиксировать для себя, записать. То есть при желании вы можете взять и сами изучить. Ну, и от вас, так сказать, как бы это я не требую, поскольку нельзя объять необъятно. И, так сказать, у нас непосредственно не является, так сказать, ваше обучение политэкономии обязательно. Ну, поскольку я вот преподавал политэкономию, я закончил математико-механический факультет, и потом аспирантуру на экономическом факультете. То есть вот здесь вот, раз вы охотитесь в такой аудитории, где был экономический факультет. И кафедра политэкономии была вот там, где деканат. 55 человек был, самая большая в Советском Союзе. Вот. Ну, вот, так сказать, эта самая политэкономия нам говорит о том, что такое цена производства. А по отношению к рабочему, вот когда мы берем два класса, класс капиталистов и класса рабочих, что является справедливой ценой. Я сказать, ну вот, я вашу рабочую силу должен, если я куплю ее по стоимости, это справедливо или нет, с точки зрения товарного хозяйства. Это же товарное хозяйство. Сколько есть, вот, труда вы тратите на воспроизводство рабочей силы. Вот, если вы продаете хлеб, масло, зерно и так далее, вы же считаете стоимость. Ну, давайте посчитаем стоимость вашей рабочей силы. И по этой рабочей силе вам и заплатят. Не столько, сколько вы хотите, и не столько, сколько вы требуете, и не сколько вам бы хотелось, сколько, так сказать, вам представляется. А то, что является, так сказать, вот, объективно необходимым с точки зрения товарного хозяйства. Давайте посчитаем вашу стоимость рабочей силы и купим у вас рабочую силу по стоимости. Причем, это вас никто за это не собирается агитировать, просто поскольку рынок управляет стихийным капиталистическим хозяйством. Это вот другое дело, когда появляется монопольная цена в условиях монополистического капитализма, здесь тоже идут большие виды изменения, здесь, может, монополисты взяли и вздернули цену на свой товар, а вы, поскольку вы не монополисты, вы не монополисты, вы в одиночку продаете свою рабочую силу. Ну, если в одиночке, сами понимаете, что цена вашей рабочей силы будет пониже. А если вы все вместе соединитесь, то цена рабочей силы у вас может стать выше. А как называется объединение лиц одной профессии? Профессиональный союз. Да, поэтому профессиональный союз – это своего рода монополия владельцев, собственников рабочей силы. И если у вас этого объединения нет, то нельзя рассчитывать на высокую силу. Вот мы и дошли до некоторой политической оценки заработной платы. Заработная плата зависит от того, сумели ли организоваться в единую монополию представители одной профессии, продающие одинаковую рабочую силу. Если они не сумели, ну, пусть они страдают. Кто неудачник, пусть плачет. Есть такая работа у Маркса «Нищета философии», которую он написал в порядке полемики с Прудоном. Прудон, который вроде бы и рабочий был, написал, что собственность – это кража. Ну, вот Маркс его за это раскритиковал, потому что он как бы, вроде он сильно так написал, что это кража, но получается, что вроде как люди, собственники средств производства, они у вас что-то крадут. Ну, прямо, или грабят вас. Ну, грабеж – это вот одноразовый акт, и воровство одноразовый акт. А тут люди каждый день приходят на работу, каждый день. Они, говорит, дают свою рабочую силу, поскольку они ее продали. А раз они ее продали, то это же дело того, кто ее купил, сколько, как, и что вы будете делать. То есть, что вы будете делать на работе, если я купил вашу рабочую силу? Ну, то, что я вам скажу, и будете делать. А если я вам продам свою рабочую силу, то то, что вы скажете, то я и буду делать, а как, может быть, еще иначе. Это вполне нормально, и поиначе просто и не может быть, если рабочая сила продается. Если рабочая сила соединяется, скажем, как бывает в общественной собственности, тогда нет продажи рабочей силы. Просто она соединяется, и не рабочая сила соединяется, а общие работники соединяются, Получается общая собственность На средства производства И тогда капиталисты не нужны Но если она продается То тогда происходит вот такой процесс Так что по этому поводу говорит Маркс Вместо того чтобы видеть Что идет систематическое присвоение Части продукта Созданного работниками Который называется прибавочный продукт И соответственно части стоимости Который называется прибавочная стоимость Все объясняется вопросами кражи А на самом деле это Систематическое Экономическое присвоение Прибавочного продукта Соответственно прибавочной стоимости То есть это гораздо страшнее Чем какая-то кража или грабер Ну отняли у вас что-нибудь в порядке уродства Ну ограбили у вас один раз А тут же у вас систематически каждый день Забирают часть вашего труда А вы 8 часов работаете За 2 часа вы вырабатываете свою заработную плату Эту заработную плату вам отдают И еще в доволоку говорят что вы Вот вам вознаграждение за ваш труд То есть за 8 часов вам дают 2 часа И говорят вот ваш вознаграждение Это не понять если думать Что вот этот труд продается Труд не продается Продается рабочая сила Поэтому вопрос о справедливой рабочей силе Он встает Но справедливая по меркам Какая зарплата справедлива по меркам капитализма По меркам капитализма справедливая зарплата На уровне стоимости Давайте попробуем посчитать Какая должна быть зарплата Справедливая В условиях капитализма В наших условиях скажем в Санкт-Петербурге Я такую задачу поставил Бастовавшим товарищем докером Во время забастовки у них Часть работников была освобождена от работы С оплатой по среднему В соответствии с трудовым кодексом Поскольку они получили тем самым время Для такой умственной деятельности Поскольку я им поставил такую задачу Чтобы они и посчитали Они все имеют семьи Они достаточно много зарабатывают Больше чем все остальные Например С которыми мы знакомы Представители широко распространенного труда То есть там если средняя у нас зарплата Где-то 30 тысяч в России Они порядка 80-90 получают И вот они стали считать Значит как мы решили этот подсчет сделать Как посчитать стоимость рабочей силы Значит стоимость определяется Затратами труда на воспроизводство товара На производство товара Как воспроизводить вашу рабочую силу Надо посчитать все затраты Которые идут на ваше воспроизводство Подарить счет о воспроизводстве работника Значит надо посчитать затраты На воспроизводство работника И членов его семьи Чтобы это была не исчезающая рабочая сила А действительно воспроизводилась Поэтому надо считать на воспроизводство работника его семьи. Но если это двое работают, то, соответственно, вот эти совокупные затраты, а потом с учетом того, сколько кто работает. У нас есть разница, скажем, женщины могут, если в связи с рождением детей, могут три года не работать, и, соответственно, это время не попадает в трудовой стаж. Но это могут делать и мужчины, вообще говоря. У нас с формальной точки зрения может сидеть с детьми, как говорится, если жена получает больше мужа, пусть муж посидит. Тогда будет выгоднее для семьи. Но во всяком случае пока вот... А сколько детей должно быть для нормального воспроизводства работников в современной России? Больше трех. Не обязательно больше. Два и больше. А строго говоря, вот демографы посчитали, нужно не менее чем 2,4. Но поскольку 0,4 не рождается, то, значит, вывод какой, что нормальное, считать нормальным воспроизводством населения России, работников, является такое воспроизводство, при котором в семье имеется пять человек. Двое взрослых и трое детей. Но, как вы понимаете, сейчас это не так. И поэтому у нас получается, что вот эта вот проблема, расширенное воспроизводство вообще населения, стало политической проблемой. Потому что тогда сильное государство и сильная Россия, если у нее население растет. А если у нас строго, начиная с 90-го года, рождаемость стала падать, а смертность – почти. И вот этот график, он так и называется, крест постпересрочной России. Крест получился. Последние годы, последние годы, вот эта разница между умершим, количеством умерших и количеством родившихся, оно уменьшается. Почти уменьшилось до нуля. Почти. Но не до такой степени, чтобы можно было сказать, что устойчивая рождаемость опережает смертность. Поэтому, скажем, по вопросу о том, а как у нас жизнь политическую, если оценку дать, как у нас жизнь в России, да вот так вот, что вот где-то мы на грани, так сказать, что никак рождаемость не обгоняет смертность. Это ненормально. Но мы будем исходить из того, если нормальное воспроизводство, что вот в семье пять человек всего. И две работающие. Теперь для простоты расчетов можно ведь взять какую-нибудь цифру, 23,7 лет человек работает. И будем мы заслонять себе голову этими сложными арифметическими расчетами, а у нас задача такая, получить политическую оценку у нас в этом курсе, да? Того, какая примерно величина должна быть нормальной, заработной платы, цены рабочей силы. Поэтому мы будем считать, что 25 лет. Почему? Потому что 25 лет, надо узнать, сколько получается месяцев, 25-12 месяцев в году, 25 на 12 получается 300. То есть очень легко, все затраты, которые делаются в течение трудовой жизни работника, делятся на 300 по любым статьям, и тогда получается вклад вот этого вида затрат в стоимость его рабочей силы. То есть, скажем, жилье, питание, одежда, обе, что там, косметические услуги, на спорт, на здоровье и так далее. Вот все мы должны посчитать скрупулезно, по всем статьям. И что получится? И мы получим тогда вот общий затрат для всей семьи. Мы должны еще что учесть? Что, между прочим, налог надо платить 13%. Поэтому должна быть величина зарплаты такой, чтобы вот после выплаты налога хватило на эту величину, которую мы насчитали. Правильно? А потом мы должны учесть, что если один из членов семьи три раза по три года не работает, значит, надо из 25 изъять 9 лет, и получается 16 лет один из членов семьи работает, а не 25. И тогда получается, значит, надо эту величину еще делить не пополам эту сумму, а вот с учетом этого коэффициента. И тогда мы получим сколько должен получать один работник. Какую нормальную заработную плату? Нормальную, то есть соответствующую стоимость. Ненормальную, которой кто-то нравится, субъективно, или не нравится, которая придумала, или которая, так сказать, хотела бы больше получить. Нет предела со желанием повысить свой доход. Это совсем другой вопрос. А мы считаем, а сто является в некоторой норме. Ну вот, начинаем мы считать. И вот я эти цифры буду вам называть. А товарищи докеры не только посчитали, а я еще попросил, чтобы они сделали ну такой вот, кроме расчета, чтобы они еще источники все назвали. Откуда вы взяли эти цифры? Но поскольку это люди не студенты, а люди, которые работают, и у них семьи, и они, так сказать, квартиру покупали, и ремонтировали, и у них есть, так сказать, машины, и у них есть опыт. И они знают, в каких фирмах, в каких магазинах и почем. А если они знают, то они туда позвонили, взяли соответствующие материалы. Но плюс, это должны быть такие люди, которые делали коллективный договор. Если люди делали коллективный договор, и все там считали и рассчитывали, то им, в общем, посчитать вопрос, посчитать сумму заработной платы, это не такой вот тяжелый труд. И за время своей забастовки они такую творческую работу проделали. А мне оставалось только их направлять, чтобы они вот это вот получили. В итоге мы имеем, вот такая книжечка вышла, политическая составляющая социально-трудовых конфликтов, где есть программа этого курса, и вот эти расчеты. Вот давайте мы эти расчеты, я вас сейчас этими расчетами познакомлю, и с источниками. Ну вот, значит, мы принимаем как допущение, что семья 5 человек, и работают родители 25 лет. За исключением тех лет, которые идут непосредственно в воспитании малолетних детей. И вот начнем с чего? С самых затратных статей. Самая затратная статья, что? Жилье. Жилье. Значит, один мой коллега, зовут его Виктор Иванович Галко, кандидат экономических наук, он посчитал, что если взять вот те затраты, которые при социализме были в России, в Советском Союзе бесплатными, а это квартира, медицина и образование стали платными или полуплатными, то получается 56% того, что сегодня приходится тратить на вот все блага. 56%. Ну это понятно. Как только вы посчитаете, значит, что надо взять, сколько надо потратить на жилье, чтобы приобрести жилье, и потом поделить на 300, имеется в виду в месяц. То есть какую долю это составит, какую величину это составит в месячных затратах. Ну и так постепенно по всем статьям. Вот мы начинаем это делать, и вы можете себе отмечать эти цифры и фиксировать, и получим общую сумму. Итак, если это семье 5 человек, какая должна быть квартира нормальная? Шесть комнат. Шесть вы сказали. Ну вы понимаете, что у нас все-таки курс связан с конфликтами, да? Поэтому если я хочу с вами конфликтовать, я должен у вас поставить такое условие, что вы мне не скажете, что слишком много запросил. Лучше, так сказать, запросить меньше, правильно? Ну четыре. Поэтому. Ну докеры даже, вообще полагается четыре. Четыре вообще это требование, если это разнополые дети, то вообще-то четыре должно быть, по крайней мере. Но мы сразу идем на уступки работодателю, чтобы он на переговорах не говорил, что мы его там затребовали, черт не смотришь. Трехкомнатная квартира. Значит, какие проблемы с трехкомнатной квартирой? Практически никто из работников, в отличие от представителей другого класса, не в состоянии достать и купить сразу квартиру. А что он должен делать? Уйти в ипотеку. Он пойти в ипотеку. Ипотека, это значит, что вы взяли и денежки потекли. Куда? От вас или к вам? От вас потекли. И как они? Сколько будет течет? Примерно так, что это одна квартира по цене трех. Такой ипотеки нету нигде в мире, как в России. Вот, скажем, начальник КУГИ центрального района, я с ним лично знаком, он кандидатскую защитил по ипотечным делам, по экономике, и подарил мне автореферат. Ну, во всем мире там один-два процента. Ипотечные проценты. Здесь 12, 17, 15. Откуда можно лезть таки? Откуда это вообще свалилось? Ну вот, поскольку, ну, это реальность нашей сегодняшней России. Откуда это свалилось, я могу сказать. Потому что в тех же самых Соединенных Штатах Америки, которых есть за что критиковать, и мы можем их критиковать, ну, там Центробанк имеет какую ставку кредита? Сколько? Три или пять. Не очерняйте американскую действительность. Не надо очернять. И так многие очерняют, особенно российские деятели. Сколько? Докладываю. Недавно собирались, сказать, в совещание по поводу возможного повышения ставки и решили не повышать. Она остается на уровне ноль целых от нуля до ноль пятидесятых процента. До половины процента. Ключевая ставка в Соединенных Штатах Америки. Причем, чем мы эти веры? Ну, тем, чтобы не росла инфляция, чтобы производство развивалось. Ну, как вот развивать производство? Вот если, вы представляете себе капиталисты? Не с позиции таких, что есть капиталисты, он такой себе взорватор, частный собственник, он частный собственник, он эксплуататор, но он, между прочим, организатор производства при капитализме, правильно? И вот этот организатор производства хочет расширить производство. Что он должен делать? Он идет в банк. В Америку он идет и получает под полпроцента. там отдает банку и у него развивается причем, как только он получает прибыль, он отдается этой прибыли. Что, в каком положении находится предприниматель, капиталист, российский, несчастный капиталист. Он идет, ну, если он, конечно, не наркотики производит и не лекарства, потому что лекарства уже примерно такая же сфера, как наркотики. Мне очень нравится, вот я тут в последнее время пришлось мне по семейным делам. Нередко ходить в аптеку, я наблюдал в аптеке озерки, стоит какая-нибудь старушка, а там такое табло у каждой кассы и написано цены там, цены, препараты, цена, препараты, цена. И вот, когда выскакивает цена, допустим, 2004, старушка смотрит на него такими вытаращенными глазами, а там появляется лак нашей страны, синий, красный, белый, и написано, цена этого товара регулируется государством. Дескать, ну и даже не думайте о снижении, потому что государством регулируется, то есть, все, и нас гвардия, все стоят на охране этой цены. Куда вы полезете со своими там представлениями? Это очень оригинально сделано, вот зайдите, мне очень понравилось, как человек, который читает такие лекции, думаю, вот там же как здорово, цифлаг. Я как раз вот читаю политический аспект, а тут уж, ну политический аспект прямо выставлен, ну флаг появляется при такой, а цена когда 20 рублей? Вот нам сказали, купите преднизол, он думает, ну, наверное, я перед этим потратил 13 тысяч на приобретение там некоторых антибиотиков за один поход аптекам, вечерок. Так, ну ничего, я еще перетерпеть могу, потому что у меня зарплата профессорская, у меня записано в соглашении 42 тысячи, минус 13, ну где-то 38 получается на руки, но я еще могу переварить. Но как эти старушки, когда там появляется это самое знамя полосатой, МВСР контролируется, гарантируется государством, цена, не вздумайте. Так, так вот, значит, задумал предприниматель, капиталист российский, которого все клянут, что он не развивает производство, а отправляет все в офшоры. Он не хочет, допустим, отправлять в офшоры, хочу я создать какой-нибудь завод. Да, завод, идите, куда вы пойдете? Центробанк дает в долг кому-нибудь? Нет, Центробанк не имеет права никому дать ни физическим лицам, ни юридическим лицам, кроме коммерческих банков. В чем состоит деятельность коммерческих банков? Взять в Центробанке деньги под сколько процентов? Сейчас сколько дают? А? Не, ну что, вы опять, ну что вы очерняете нашу действительность? Я и так уже критически к ней подходил, но они-то такой же степени. Десять с половиной, не надо. Было 17, но у вас старые данные. То есть под воздействием критики, в том числе я в этом участвовал в критике, вот я по этому поводу дважды выступал по экономическим вопросам у Пучкова, Гоблина, значит, один раз о снижении цен, ролик посвящен снижению цен, там, где-то больше 170 тысяч посмотрел. И последний был недавно в сентябре на тему разведопроса Михаила Васильевича Попов сложившейся экономической ситуации. И по поводу этих самых ставок. Ну это же невозможно, значит, вы должны же отдать этот долг, да? А как его отдать? Значит, какая прибыль, как вы думаете, норма прибыли у капиталистических предприятий в России? Что, 17%? Да где такую бешеную прибыль вы увидели? Вот американцы рассчитывают на то, что внутри процента будет прибыль, крупные компании, три, они потом полпроцента отдадут, и у них два с половиной остается, правильно? То есть, они используют. То есть, у них есть возможность наращивать капитал, а капитал это самовозрастающая стоимость. А у нас? А у нас самовбывающая, самопроедающаяся стоимость. Поэтому, куда девать этому самому деньги? Ну, он их отвозит туда, а потом оттуда пытается частично как-то использовать там, где вдруг появляется возможность получить какую-то прибыль. Итак, значит, банки почем? По какой ставке даются наши? Уже коммерческие. Они подкидывают свои 7, 10 и больше. И получив в центробанке, их деятельность состоит в том, чтобы получить в центробанке кредит под 10,5% добавить свои 7, и получится 17,5 или 10, тогда получится 20,5 или 12, или 22,5. Я знаю, что под 22 дают ипотеку, кредиты дают, например, ОРЖД своим сотрудникам, мы своих сотрудников любим, вам даем по 22% такая любовь. А вы банк знаете, что такое? Что такое банк вообще? Он, Бабанк, никогда еще не был банком, он раньше был сберкассой. А знаете почему? Потому что банк это не учреждение для хранения денег. Банк это такое учреждение, которое временно свободные средства аккумулирует. Входя с наобороте бывает время свободное. Я бы продал деньги, сейчас не успели люди затратить, время хранят. Вот их банк аккумулирует и направляет туда, где есть временный их недостаток. Поставки по средней норме прибыли. Если средняя норма прибыли, допустим, 3%, он 3% должен получать скромные банковские служащие. у нас нет скромных банковских служащих. У нас производство хереет, а банки богатей. Иногда они лопаются. И очень часто лопаются. Причем это можно объяснить политически очень просто. Если вы мне закатали ставку такую, что я должен отдать, то есть я пошел и взял в Центробанке под 17 или 20 процентов. Какая разница? Здесь уже разницы нет. Отдавать я не собираюсь. А что я делаю? Почему я не собираюсь? Потому что нет такого производства, которое дает 18% при норме прибыли. Нет такого. Поэтому я, если я не делаю наркотики или лекарства на грани, что я должен сделать? Набрать как можно больше кредитов. Пока дают. А потом что делать? Скрывать одни кредиты другим. Это все равно подправить. Что-что? Вот. Вот. Вот продвинутый человек у вас сидит. Учитесь. Объявить себя банкротом. Пример. Художественного руководителя знаете нашего Михайловского театра Кехман? Да, который он банановый король. Он на этом на бананах сделал свое состояние. Не думайте, что он на бананах. Он взял 4 миллиарда 4 миллиарда. А дальше что сделал? Пошел в английский суд и сказал, знаете, так тяжело там, то, что. Тем более он не случайно надо сказать. Он даже художественного руководителя двух театров, еще и новосибирского. Вот. И говорит, не могу отдать вот все, объявляю себя банкротом. И английский суд присудил ему. Это что значит? Вот я сейчас у вас альбом, давайте делаем перерыв, я по пять тысяч у вас соберу, а после перерыва выйду такой грустный, грустный. Вы знаете, вот как у меня усилий, вы знаете, я банкротил. Это что значит? Или помняться там? Да, все, долго уже нету, нету долго. Ну, с кем не бывает? Ну, тяжелое положение попало, вы должны понимать. А сейчас же уже разрешено, сейчас у нас закон же принято об банкротстве еще и физических лиц. Вот, допустим, я вам говорю, набрал, вот давайте сейчас мне сдадите, а я в следующий раз приду, скажу, вы знаете, я обанкротился. А как мне это сделать, обанкротстве? Вы в трамваях ездите, посмотрите, там есть рецепт юриста за 60 тысяч оформляет в банкротство. Оформили мне, поэтому мне сдавать нужно, вот мне нужно от вас получить, ну, не меньше там, ну, где-то 120 тысяч, потому что, ну что, за 60 тысяч я потрачу на юристов, ну, хоть мне-то нужно же остаться, правда, какой-то бизнес так сделать. То есть банкротство стало формой бизнеса, то есть я просто должен выйти с грустным лицом сказать, я обанкротился. И вот Кехман вышел, потом он с этим решением английского суда сюда явился, а все сказали, нам английский суд не указ. Ну, как же, английский, не-не-не, идите в наш. Он вместо того, чтобы вкладывать деньги в производство, финансов, понимаете, можно вложить деньги. И получил решение российского суда. И тоже он обанкротился. Несчастный человек. А раз он несчастный, значит, а что судебные приставы, а что делают в случае банкротства? Начинает искать собственное, которое осталось, и продавать ее. И кредиторам выдавать. В порядке очереди. Вот если вы мне первые давали, вот я вам должен первому и отдавать. А вот до вас уже не дойдет. Я и вам-то полностью не отдам. Потому что там вот осталось. И нашли у Кехмана квартирку однокомнатную. Судебные приставы со словом цинизмом ее продали. И частично долг погасили перед Сбербанком. Ну что там одна квартирка-то? Ну полтора миллиона, ну два, может три, не знаю точно. Ну и все на этом. А взял четыре миллиарда. Вот как надо делать бизнес. А вы вот тут сидите. нет у вас поэтому ни кораблей, ни яхт, ни подводных лодок маленьких, которые на яхту помещаются, как у Абрамовича. Но зато вы знаете, что так как надо действовать. Вот продвинутый человек у нас есть, он знает, надо брать банкротство. Короче говоря, возвращаемся мы к этому вопросу. Значит, так вот при нынешней ставке процента, это безобразие, которое есть, потому что наши банки являются ростовщиками. То есть как в средние века берут под процент и в рост дают деньги. берут, одни люди берут, другие дают им броз. В этом смысле вот у нас много ростовщиков. А банков, которые обслуживали бы производство, то есть искали, где в производстве есть временная нехватка денег, а где избыток и избыточные деньги туда переправляли за среднюю норму прибыли. Там, допустим, за 3 процента. Нету такого. Нету у нас банков, в этом смысле я как экономист, и продюсер по кафедре экономики и права, должен констатировать, что в России банков нет. А конторы в которых деньги хранят? Есть, хранят, и в которых вы можете всегда получить под проценты. Причем с опаской, потому что каждый год закрывается несколько, если не десяток, то много банков. И банков много-много уже подзакрылся. Могу вам назвать крупнейший. Северный банк закрылся. Дует, да? Надо закрыть, да. Северный банк закрылся. Потом был импекс-банк, импортно-экспортный банк. Банк национальный кредит. Особо интересный банк был такой, Максим Бойко, который руководил этим банком. А папа у него, точнее, он был вице-премьером, а папа у него был преподавателем в разведшколе в Соединенных Штатах Америки. И вот он купил акции на все средства этого банка, акции общественного телевидения, и стал встречать купоны, а банк лопнул. Что значит банк лопнул? Ну, раз банк лопнул, значит, если у вас там что-то лежало, ну, нет этого. Я как-то, поскольку у меня, я вот главный редактор газеты «Народная правда», и, так сказать, как, она была оформлена как ООО, и я был директором этого ООО. Я как-то, значит, пытался, значит, какие-то деньги вытащить из банка очередного, который лопнул, и там стоит охранник. Вы с какой стороны стоите? Вы не с той стороны стоите, вы станете с той стороны, чтобы народ охранять от этого банка, а вы стали с этой стороны. Вы что охраняете? Вы преступников охраняете. Ну, так сказать, хотя вот в банке Отечества, где у нас был счет фонда рабочей академии, нам позвонили и сказали, так, ребята, пришли малиновые пиджаки, идите, забирайте все свои деньги, там, сколько у вас там, полторы тысячи, забирайте, вот, что, нет у вас кассовой книжки, сейчас мы вам сделаем, и уходите, потому что все, денежек этих не будет больше, и все. Вот это вот наша на сегодняшний день реальная действительность. Ну, поскольку у вас нету вот сразу суммы денег трудящихся у работников, о которых мы печемся, печемся сейчас мы в каком смысле, мы берем обычных работников, которые получают заработную плату, у нас таких зарплат, на которые можно взять и купить сразу трехкомнатную квартиру, нет, поэтому надо взять ипотеку, а ипотека при нынешней ставке это одна квартира по цене трех, вот, вот так и считается. Значит, вот пишут товарищи, приобретение трехкомнатной квартиры в Санкт-Петербурге, это вот данные в ценах по состоянию на 1 июля 2014 года, двухлетней давности, они еще выросли, ну, значит, сейчас дороже. Первый взнос 15% составляет 750 тысяч рублей, плюс 54 тысячи рублей ежемесячно, из расчета цены квартиры 4 миллиона 500 тысяч рублей всего. Всего 16 миллионов 950 тысяч рублей. Вот цена квартиры, смотрите, 4 миллиона 500 тысяч, а заплатить надо за нее в течение своей жизни, пока вы будете выплачивать эту ипотеку, 16 миллионов 950 тысяч. В расчете на месяц это делим 16 950 тысяч на 300, то есть делим натрий и еще вычеркиваем 2 нуля. В расчете на месяц 56 тысяч 500 рублей, то есть вот составляющая, это же нужно каждый месяц заплатить, то есть каждый месяц вы должны тогда уплачивать 56 тысяч 500. Вот люди думают возьмите ипотеку, а мы знаем, что у нас некоторые отцы семейцы прыгают с балконов и разбиваются насмерть, поскольку они могут заплатить. Знаете, такие случаи есть. А существует еще такая бандитская структура, которая называется коллектор, который получает деньги за выголачивание долгов. Вот если я имею, вот вы мне должны, да, а вы взяли и продали, нет, вы мне должны. Я ваш долг, вот ему продал. Продал, думаю, мне-то не хочется из вас выголачивать, у нас хорошие с вами отношения, правильно? Пусть он вас пугает там, сращает, кидает зажигательные какие-нибудь бутылки, вся смесью вам в окно, а я буду вам преподавать, так тихо, а он мне, значит, за половину цены. Причем, самое-то интересное, что в начале 90-х годов это бандиты этим занимались, бандиты, но только какие-то грамотные такие бандиты, вот они приходят, вот если у вас, вы выиграли суд, допустим, никто ничего не выполняет, выиграли суд, и вам должны, ну, скажем, 200 тысяч, или там, 2 миллиона, да, а вам не отдают, вы приходите ко мне, а я вот хозяин там, руководитель какой-нибудь банды, я говорю, у вас есть исполнительный лист? Вы говорите, есть, ну, давайте мне исполнительный лист, я проверю, что есть решение суда, есть исполнительный лист, так, давайте, сколько вы, говорите, 3 миллиона вам должны, так, давайте так, вот мы вам возвращаем, но половину наша, согласны, нет, не согласны, вообще ничего не получите, вы же видите, вам никто не отдаёт, согласны на полторы, 2 миллиона, согласны, так, вы не возвращаете эти гражданки, так, батарея есть тут, как паяльник принесите, пожалуйста, сейчас мы будем спрашивать, когда он долг отдаст, я хочу сказать, очень эффективно работали эти, это, как бы коллекторы инициативные, не было никаких коллекторских фирм зарегистрированных, они как бы так, сами работали, и они очень строго, вот если у вас нет исполнительного листа, не-не-не, мы только вот, только работаем по решениям суда, по решениям суда, вот что вы, вот что вы предъявите этой вот бандитской компании, которая добивается выполнения решения суда, а всякое деятельность оплачено, ну кто, кто может, вы довольны, потому что кто мог бы потребовать, так сказать, вы ходили по всем государственным службам, не могли получить нисколько, а тут вам полтора миллиона отвалили из ваших трех, вам же хорошо, вот, а кому плохо, и нам хорошо, мы тоже получили полтора миллиона, ему плохо, а пусть они, пусть отдают, долги, а то он, видите, как это, не отдает, забрал, у вас деньги не отдает, пусть знает, пусть другие знают, вы тоже должны кому-то отдайте лучше сразу, это было так, но сейчас уже не так, сейчас просто коллекторы есть, они у вас обклеят ваш весь подъезд, они будут звонить, у нас девочка одна выбросила, десятилетняя, с восьмого этажа, потому что ей звонили, звонили ее, родители, матери, а потом, значит, матери не было, она сидела дома, ей позвонили, и сказали, что мы вас верну, выгоним, вы будете без квартиры, ничего, девочка написала записку маме, и говорит, мама, нас выгоняют, и прыгнула с восьмого этажа, самое удивительное, что не разбилась, как вот так умеет так летать, то есть у нее там большие повреждения, но вот с восьмого этажа и не разбилась, правда, мне один товарищ рассказал, и бывает совсем даже веселые дела, один таксист рассказал, я вот ему это рассказал, а он мне рассказал, что вот я, недавно в больнице лежал, вот со мной лежал человек, который пять раз падал с пятого этажа, пять, и говорит, причем, ну, он, значит, выпивает постоянно, пьяница, беспробудный, в больнице, он был трезвый, рассказывал, и вот он, значит, а внизу у них, под домом, мягкая земля, довольно, и вот, значит, и он напьется, полезет там, королесит на балконе, вдруг, полетел, жена думает перекреститься, она говорит, слава богу, избавилась от этого, проходит полчаса, скребется тут в дверь, и так пять раз, что ты будешь делать, бывают такие чудеса, человек вот с ним лежал прям в больнице, так, ну, понятно, значит, раз надо брать ипотеку, итого 56 тысяч 500, это сразу у нас некоторую оценку дает, значит, зарплата, если меньше этой величины, ну, откуда вы эти деньги возьмете, пойдем дальше, это для начала разговора, вот страхование жизни и здоровья, они также начитали, затраты на страхование жизни, из расчета 1% в год, 45 тысяч умножить на 25, плюс затраты на страхование жилья, из расчета 15 сотых процентов в год, это 6750 умножить на 25, 25 лет, имеется в виду, и составляет за весь период трудовой деятельности, 1 миллион 293 тысячи 750 рублей, страхование жизни и здоровья, всего, но поскольку в расчете на месяц, на 300 надо поделить, на месяц всего-то никаких 4 312 рублей, сущие пустяки, по сравнению с 56 тысячами на жилье, ерунда, страхование жизни, тетрады на ремонт квартиры, ну, сколько раз, за 25 лет надо ремонтировать, два раза надо, они считают, нормально, два, ну, два, есть люди, есть люди, которые и чаще, и больше равняют себе стены, полируют все полы, потолки, вот, и даже несущие конструкции убирают, после чего обваливается дом, но это уже особый случай, а тут берется нормальный случай, значит, по 400 тысяч рублей, два раза, ну, 800 тысяч рублей, а сколько это в расчете на месяц, всего-то 2660 рублей, сущие пустяки, на оплату коммунальных услуг, как вы понимаете, они все время растут, несмотря на то, что цены на затраты труда, на производство, всех вот этих составляющих коммунальных услуг, все время падают, с ростом производительности труда, правильно? У нас же монопольная экономика, есть монополия этих самых продавцов коммунальных услуг, они их все время систематически поднимают. В расчете на месяц, значит, за 25 лет надо потратить 2 миллиона 400 тысяч на оплату коммунальных услуг, всего-то, в расчете на месяц 8 тысяч рублей, за трехкомнатную квартиру, а в расчете на месяц, да, значит, 8 тысяч. На охрану квартиры, в общей, всем говорят, охраняйте, иначе у нас бандиты, у нас то, на все, покупайте железные двери, ставьте решетки, в общем, на охрану квартиры в общей затрате составят 90 тысяч рублей за всю жизнь, в расчете за 25 лет, в расчете на месяц 300 рублей, ерунда, правда? На приобретение книг, газет, журналов, мы имеем в виду современного работника, грамотного, имеется в виду семья, родители читают, и книги читают, дети не только смотрят, ужастики, музыкальных записей, оплату интернета, мобильные связи, за 25 лет придется потратить 480 тысяч рублей, в расчете на месяц 1600, ерунда. Затраты на приобретение культурно-бытовой техники, музыкальные центры, фотоаппараты, видеокамеры, мобильные телефоны и тому подобное за 25 лет составят 215 тысяч рублей, а в расчете на месяц 717 рублей, ну, гроши, ерунда. Затраты на приобретение 5 компьютеров за 25 лет, это мало, не знаю, сколько у вас компьютеров, у меня, по крайней мере, 3. А сколько? 3. Нет. Всего? 27 тысяч компьютеров, но 5. 135 тысяч рублей, в расчете на месяц 450 рублей, ну, это чтобы работодатель не говорил, что вы там завышаете. Мы потом что сделали? Они это официально, эти расчеты, предъявили на переговорах и сказали, вычеркивайте, что вы считаете лишним, вычеркивайте. А те, величина им не понравилась, а вычеркнуть еще не могут. А вычеркнуть, что вычеркнуть? На месяц 450 рублей. Вот затраты на покупку мебели, ну, это вы понимаете, тут за 25 лет 800 тысяч. А в расчете на месяц 2666 рублей. Затраты на приобретение крупноговоритной техники, тут холодильники, два холодильника по 18 тысяч, 36 тысяч. На месяц всего 120 рублей. Дешевка. Стиральных машин две штуки, сломается, ремонтировали, потом купили. За 25 лет два раза, один раз поменять машину. Немного. 32 тысячи рублей, на месяц 107 рублей. Телевизоров, два телевизора по 12 тысяч за все время. 24 тысячи на месяц 80 рублей. Посудомоечных машин. Вот у меня нет, например, посудомоечной машины, у моего сына есть в семье посудомоечная машина. 15 тысяч на две штуки 30 тысяч рублей. В расчете на месяц 100 рублей. Ну, просто это вообще на чем экономят. И все у вас чистое будет. Красота. Кухонный плит по 8 тысяч две. 16 тысяч в расчете на месяц 54 рубля. Итого, и того, все, если сложить вот это все на приобретение крупно-багаритной техники, будет 460 рублей в месяц. Холодильники, стиральные машины, телевизоры, посудомоечные машины, кухонные плиты 460 рублей в месяц. Теперь затраты на покупку кухонных принадлежностей. Все там. Все, что нужно для приготовления пищи, ножи, вилки. Теперь уже каменный. Опять-таки снова начинается каменный век. Не заметили, уже сейчас керамические ножи появились. Самые острые. То есть, все возвращается. Отрицание, отрицание идет. От камня пошло к железу. Сначала бронзовый век, потом железный век, потом стальные ножи, а сейчас уже снова идет обратно. Керамические ножи. Так. Ну вот, за 25 лет 160 тысяч рублей. В расчете на месяц 533 рубля. Так. Следующая статья расходов. 12-я. Затраты на покупку ванных и туалетных принадлежностей. Ну, надо же покупать. Ну, как бы из них. 270 тысяч рублей. в расчете на месяц в расчете на месяц 900. 15-я. 15-я статья. 1 миллион 875 тысяч рублей. В расчете на месяц тысяча рублей всего. Так. 18-я плата за здоровительные физкультурные услуги за 25 лет. Раньше бегали по стадиону, а теперь за вход на стадион платите денежки. Так. 200 тысяч рублей. В расчете на месяц 667 рублей. 19-й пункт. Затраты на приобретение спортивного инвентаря. Лыжи, мячи и так далее. Для бадминтона, для тенниса. То, что нужно. 258 тысяч рублей. В расчете на месяц 860. Это чем мы сейчас занимаемся? Сведением концов с концами. Я когда был ребенком, у нас была однокомнатная квартира в московском районе, в сталинском доме. Поскольку у нас было однокомнатство, я спокойно засыпаю теперь и при дневном цвете, и при электрическом. И я все время слушал, как отец и мать, они каждый раз обсуждали, как они смогут заплатить и сколько надо взять в долг. У кого и как отдать. Постоянно, каждый день. Так вот. Плата за содержание детей в детских доскольных учреждениях. Раньше это было бесплатно. Теперь за 25-летний период составит 243 тысячи. В расчете на месяц 810 рублей. Еще побегаете, чтобы устроить ребенка. 21-е. Отдельные выплаты при обучении троих детей в школе. Это 25-летний период. То есть на то, на книжки, на то, на класс, на помощь классному руководителю, на то, на все, знаете, да? Да, ворчин заплатить. Вот. 243 тысячи рублей. В расчете на месяц 810 рублей. По-божески. Ну, видно, что товарищи делали, которые знают, в чем имеют дело, они реально считали. Они же знают, сколько они платят. 21-е. Отдельные выплаты при обучении детей в школе. А, это я уже сказал, 891. Сотраты на обучение детей в высших учебных заведениях. Ну, вот они не очень-то верили в то, что их дети будут так обязательно учиться в нашем университете на бюджете. Они написали 780 тысяч рублей. В расчете на месяц 9600 рублей. Немного. 23-е. Затраты на питание дома за 25 лет 12 миллионов. В расчете на месяц 45 тысяч рублей. Затраты на питание вне дома за 25-летний период 4 миллиона 230 тысяч. В расчете на месяц 14 тысяч 100 рублей. Дело идет хорошо, скоро закончим считать. Отчисления в негосударственные пенсионный фонд. Вот сейчас всех зовут. Они решили рассматривать как норму и выставили работодателя и говорят, смотрите, нам требуют от нас, призывают, вы же нам не гарантируете, давайте, говорит, сами себя на себя накапливайте. Для обеспечения нормальной жизни не в старости от 2 до 10 процентов. 600 тысяч рублей. В расчете на месяц 2000 рублей. И недорого. Что-то вы загрустили, я смотрю. Некоторые потом у них удар может хватить. Я смотрю, один товарищ у нас считал на металлическом заводе, после этого я уже его не встречал. Он какой-то общественный деятель, вот так загрустил он, когда посчитал, думаю. То есть, некоторые психически это не выносить. Надо какую-то твердость такой иметь характера. Отвлекаться немножко от себя. Дескать, это не про нас, это не про нашу жизнь. Это так, как бы мы просто считаем. Затраты на пользование общественным транспортом. Метро, трамвай, троллейбус, автобус, маршрутки. Как вы думаете, повышать же будут? Это ясное дело. Ну, вот они насчитали миллион 200 тысяч, в расчете на месяц 4 тысячи рублей. Плохо им, вот мне хорошо, я вот уже имею билет, езжу всего там за какие-то 500, мне еще платят государство эти 500. После того, как товарищи пенсионеры вышли на перекресток Невского и Садовой 10 тысяч в Ленинграде. После этого правительство приняло такую меру. А не вышли бы, ничего бы и не приняло. Так, затраты на приобретение и содержание дачного участка. Дескать, идите, сами там копайте, создавайте себе картошку, капусту, свеклу, миллион 400 тысяч рублей. В расчете на месяц 4 тысячи 67 рублей. Затраты на семейный отдых один раз в год по путевке. Спасибо туркам составит 3 миллиона 750 тысяч рублей. Маловато. Маловато. Вы же на переговоры должны идти. Надо все время, чтобы вам не сказал работодатель, вы что тут такое взяли. Мы что, на Канары едете? Не на Канары. Идите, доедите до Беларуси и будьте здоровы. Это же другая уже республика. Все. Так. Вот в расчете на месяц 12 тысяч 500. Затраты на семейные праздники, включая подарки. Ну, дни рождения будут у детей? Будут. Будут? Будут. У самих родителей будут? Будут. У родителей и родителей будут? Будут. Ну, вот за 25 тысяч составит 537 тысяч 500 рублей. В расчете на месяц 1790 рублей. Тоже пустяки. Затраты на свадьбы детей. Тут что-то они размахнулись. Я бы это не поддержал. На месте работодателя я бы не забыл. 150 тысяч на 3. Малого считать? А мы вышли. А мы пошли вот в ЗАГС расписались. Не, мы не в ЗАГС, но в ЗАГС были. У нас там полматмеха пришло туда. С плакатами шли там. Куда попов, туда и мы. Такие плакаты были. Интересные были. На никто не верил. Думали, мы шутят с женой. Она у нас была секретарем комсомольской организации первого курса. Я был секретарем комсомольской организации третьего курса. Народ известный, но на поприще больше общественном. так что народ не очень понимал. Потом говорит, поздравьте друг к другу, я так руку протягиваю, мы так руку пожали. Народ был очень доволен этого зрелища всему. Нет, но потом все было хорошо, как положено. Надо было как-то разворить. Ну, в общем, никаких больших затрат мы не понесли, но это я в норму не вставляю, это в норму. Вот вы сказали это мало? Мало. Мало? Да, мало. Вы работодателю скажете, что мало? Скажите ему. Это вы мне говорите, вы скажите работодателю, когда будете выставлять эти расчеты. Так, затраты на свадьбу детей, затраты на посещение театров, музеев, концертов, или это ненормально посещать театры, музеи, концерты? Это современный же работник, правда? Современный. До 25 лет составит 4 миллиона 200 тысяч рублей. Вот это там у них прямо в правкоме сидела женщина, которая знает, сколько эти затраты, которая как раз организовывает все эти штуки, поэтому там легко было считать. В расчете на месяц 14 тысяч. Затраты на приобретение автомобилей, кредит. Вот тут работодатель, тут он уже возмутился, что это такое, как это, вы ездить будете на автомобиле. 4 автомобиля за 25 лет имел в виду Жигули. Составит 2 миллиона 80 тысяч. В расчете на месяц 6 тысяч 670 рублей. Ну, что сказали докеров? А вы тогда давайте на автобусе будем ездить, вы на автобусе, мы на автобусе давайте на равных. Мы же партнеры, социальные партнеры. Давайте. транспорт 1,2 миллиона и автобусе 4 штуки 2 миллиона. У кого? Ну, да, был голодом. А-а-а. Транспорт 1,2 и автобусе 2,2 и автобусе 4 штуки 2 миллиона. Ну, что, у них дешевые автомобили? Какие, какие у них есть? Они готовы на том, что они есть? Да? Значит, докеры встают в 8, вернее, приходят на работу в 8, 12-часовые смены, когда никакой транспорт их вообще не приведет. И находится у них этот самый объект на, сейчас скажу, как называется это, на Турухтанных островах. Трамвай сняли. Общественного транспорта нет. только на машинах. Днем они могут пешочком пройти. Ночью, пожалуйста, после 12 ночи пешочком идите там, если хотите жизнь потерять. Поэтому там такая вот обстановка. Так. Они в кредит же берут? 4 в кредит. 2 миллиона 80 тысяч. Страховка, налоги на автомобиль за 25 лет. 1 миллион 626 тысяч 900 рублей. в расчете на месяц 5 420 рублей. Эксплуатационные расходы. Сюда бензин, техобслуживание, автостоянка. В расчете на месяц все составляет 9712 рублей. 35-й. Затраты на погребение умерших родителей. Нет. Ну, это семья же, она же их вот так только будет. Они же должны своих родителей. А родители, между прочим, четверо. Вот они и посчитали 150 тысяч на 4 600 тысяч рублей. на самом деле, бывает и больше. В расчете? Ну, ничего, если бы не будет денег в полиэтилен завернут, не волнуйтесь, все, государство поможет. Там такие, я видел, что лежат старушки, черные уже. Их заворачивают. Ну, нет у них родителей. Это имеется в виду нормальная семья, нормальные там похороны за родителей и так далее. 2000 рублей. Резервный фонд на 25 лет должен быть какой-то. Ничего-то не учли. Должен быть. Они всего заложили всего-то миллион пятьсот. В расчете на месяц 5000 рублей резервный фонд. Это разве резервный фонд 5000? Ну, вот теперь, просуммировав ежемесячные затраты, получаем общую величину среднемесячных затрат на воспроизводство работника членов его семьи в сумме 235 709 рублей на двоих в месяц. 235 709. Но с учетом необходимости уплаты подоходного налога 13% зарплата на уровне стоимости рабочей силы составляет уже не 235 709, а надо поделить на единицу минус 0,13. То есть на 0,87 поделить. Получаем 270 930. Вот это денежное выражение стоимости рабочей силы работающих членов семьи. Сколько их работает? Это второй вопрос. Это один будет работать или два будут работать? Это уже вот в целом выражение стоимости рабочей силы получается в 2014 году 270 930 рублей. Вот если в семье работает не один из родителей, а вот у докеров часто получается, что один, потому что при таких сменах кто-то должен быть дома с детьми. А оба? Тогда необходимо учесть, что в связи с рождением и с питанием троих детей занятость одного из родителей составит не 25, а 25 минус 3 умножить на 3 минус 9, то есть 16 лет. А тогда делить надо не на 2, а на 1 плюс 16,25, то есть на меньшую величину 1,64 и получаем следующую величину тогда 270 930 делим на 1,64 165 201 рубль. Таким образом стоимость рабочей силы рабочего в Санкт-Петербурге в ценах 2014 года составляет 165 201 рубль. Все, это нормально. справедливая цена. Вот эти все расчеты были представлены во время переговоров по коллективному договору и предложено новое пожалуйста вычерните вот там не 150 тысяч на свадьбу напишите 5 рублей напишите там и как-то так вот они начали единственный случай был по поводу машин ну вы еще на машинах хотите а на чем ездить больше ни на чем не приедешь значит а если заработная плата меньше этой величины то нормальное воспроизводство рабочей силы не обеспечивается то есть люди то не умирают сразу просто нормальное воспроизводство не убирать чего-то значит что-то из этого выпадает из всего этого это ненормальное что-то ущербное получается как она бывает это не могу купить я пойду водки куплю и напью и пьют но работа ходит трезвыми потому что там в бригадах работа если кто-то будет там выпивший то показатели будут у бригады плохие сами рабочие заставят его выгонят из бригады ну вот тогда что тут если даже так называемый высокоплачиваемый рабочий получает лишь 30-40% стоимости своей рабочей силы 30-40% то не удивительно что смертность в России превышает рождаемость а население России сокращается но не может быть и нормального высокотехнологичного производства если главная производительная сила рабочий трудящийся не имеет нормальных условий для своего воспроизводства вот расчет этот произведен который я вам довел до вас рабочими зао первый контейнерный терминал Куслиным Пуртовым Каретниковым и Белоногом на базе первичных расчетов докеров механизаторов Градусова Ремезова и Слесаря Теунова вот под моим научным руководством этот производственный научный коллектив осуществил и обоснование расчета стоимости рабочей силы по составляющим я не буду на этом долго останавливаться каким как это делается по составляющим вот они писали почему вот именно так вот скажем по поводу квартиры в настоящее время далеко не каждая семья в состоянии за свою жизнь приобрести собственную квартиру и вынуждена жить со своими родителями и спрашивают бабушка как мамочка как себя чувствуешь хорошо для нормального существования и развития каждая семья должна иметь возможность за долгую трудовую жизнь заработать хотя бы на одну квартиру это нормально или нет каждое поколение поколение может заработать на одну квартиру если оно не может заработать на квартиру значит предыдущие поколения заработали это нет это нормально это ненормально Так как при нынешних зарплатах приобрести недвижимость за наличные деньги работникам практически невозможно, предполагается покупка трехкомнатной квартиры по ипотечному кредиту, что составляет основную часть расходов семьи. В данном пункте проведена стоимость типичной трехкомнатной квартиры в кредит за 5 миллионов 250 тысяч рублей. Цена из них 15% или 750 тысяч рублей первый износ, 2 миллиона 500 тысяч рублей, нет, 2500 рублей в месяц, и 4 миллиона 500 тысяч в кредит по ипотеке, что составляет в расчете на месяц трудовой деятельности 54 тысячи рублей. В итоге 56 тысяч 500 рублей в месяц. Данные о стоимости квартиры взяты с сайта http.vvv.ru. Квартира 74 квадратных метра, проспект Кузнецова. Ипотечный кредит взят в Сбербанке России под 13% годовых. Расчет процентов произведен отделом кредитования физических лиц. Ну и вот они таким образом, вот эти все цифры, которые они употребляют, они обосновывают. Ну вот, допустим, выборочно, выборочно вот они где-то вот они считают. Второй пункт. К сожалению, сейчас качество строящихся домов составляет желать лучшего. Чтобы обезопасить себя от возможных рисков и убытков, связанных с незапланированным ремонтом жилья, необходимо обеспечить страхование собственного имущества. Страхование жилья 6750 рублей из расчета 0,15% в год от суммы кредита, что составляет в месяц 562,5 рубля. Страхование жизни кредита получателя 1% в год от суммы кредита составляет 45 тысяч рублей в год или 3750 рублей в месяц, по данным Сбербанка. Итого 4 тысячи 319 рублей в месяц. Вот то, что вам делают, скажем, Сбербанк вам предлагает, давайте мы вам это сделаем, вот это сделаем, вот расчеты представляют, а докеры взяли и сделали расчеты целиком, сами, на всю свою, так сказать, предполагаемую жизнь и так далее. И вот, так сказать, например, они, покупка крупногабаритной техники, как они обосновывают, каждое изделие имеет нормативный срок службы, в среднем это 10-15 лет. Поэтому за 25 лет необходимо приобрести каждые два раза холодильник Арестон 15 тысяч рублей плюс 18 тысяч рублей, следующий холодильник, итого 36 тысяч рублей. Магазин техносила. По этому поводу есть анекдот. По философии сдает экзамен студент, его спрашивают, каких вы знаете философов? Говорит, Платон, а еще, он говорит, Арестон. Сколько реклама висела, Арестон. На самом деле, что, и Арестон на самом деле был философ тоже, мелкий такой, правда, не такой, как, великий, как Арестон. Дальше, стиральная машина Зануси, 16 тысяч рублей плюс 16 тысяч рублей, 2, 32 тысячи рублей, магазин техносила. Телевизор Самсунг, диагональ, 54 сантиметра, 12 тысяч рублей плюс 12 тысяч рублей, 24 тысячи рублей, магазин техносила. Посудомоечная машина Арестон, 15 тысяч рублей плюс 15 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, магазин техносила. Плита электрическая газовая Беко, 8 тысяч плюс 8 тысяч, 2, 16 тысяч рублей, магазин техносила. Итого 138 тысяч рублей за 20 лет, что составляет 460 рублей в месяц. Ну и так вот они все источники называют, откуда они это взяли. Когда будет спрашивать на переговорах, работодатель, это отсюда, это отсюда. И дальше вот встает уже какой политический вопрос. Вот нормальная зарплата, следовательно, нормальная зарплата. То есть, соответствующее, и справедливое, с точки зрения капитализма справедливое, не с точки зрения социализма. С точки зрения социализма, значит, не должно быть каких-то особых частных собственников, там рабочих средств производства, все должно быть общее. Нет, вы сейчас при капитализме живете. С точки зрения капитализма справедливая, нормальная зарплата. Сколько мы насчитали в итоге? 165 201 рублей. А следовательно, та зарплата, которая выплачивается, ненормальная. Это называется сверхдоход для сверхприбыли. И прибыль можно было бы считать нормальной. То есть когда капиталист выплачивает нормальную зарплату, то есть стоимость рабочей силы, а дальше он получает ту прибыль, которая идет сверх того, что он уплатил работнику за нормальную рабочую силу. А здесь получается сверхприбыль за счет недоплаты. И эта недоплата составляет где-то 130 примерно тысяч. Но у докеров нет. У докера получают 80-90. Значит, у них недоплата получается где-то в районе 75 тысяч. И вот докеры спокойно это посчитали. А если вы возьмете каких-нибудь работников, которые по 300 тысяч, они даже вот эти расчеты сделать психологически не могут. Они как-то начинают это считать. И так им становится нехорошо. И так чувствуется, что они никогда не выберутся из нищеты за всю свою жизнь. Как выясняется, когда начинаешь это рассчитывать, то они даже и браться за это не хотят. Вот такая проблема. Так что вот вам и политическая оценка. То есть заработная плата в данном случае не соответствует нормальной, да, вот по тем самым меркам, которые являются при общем нашем заключении заниженными. Правильно? То есть мы затраты брали незавышенные. Нигде завышенных затрат тут нет. Вот такая вот картина. Поэтому получается, что по такому вопросу, как заработная плата, можно сделать вот такие большие политические выводы, что класс собственников, он, вот тут он класс трудящихся, обкрадывает не с точки зрения получения прибавочной стоимости. Без этого капитализма не бывает. А с точки зрения того, что он нормальную рабочую силу не платит. И не надо удивляться, что у нас тогда нет нормальной экономики. Потому что чтобы главная производительная сила работала нормально, надо ее обеспечить тем, что необходимо для нормального воспроизводства. Чтобы они не думали о больных детях или не одетых родителях пожилых и так далее и тому подобное. Вот такой вывод. Спасибо за внимание. На этом лекция сегодня заканчивается. Так, у нас кто будет выступать в следующий раз? Вы будете по-другому? Вы будете. Спасибо.